Дело в том, что Венедиктов – это не Ршут Горох. У меня разные бывали периоды отношений с ним. Было, когда я его критиковал, было, когда, наоборот, он взял меня на Один, и я до сих пор ему зад благодарен. Венедиктов – единственный, без преувеличения, из медиа-менеджеров 90-х годов, кто остаётся в строю. Потопить его не удалось никому. Посмотрите, все блистательные люди его плеяды либо покончили с собой, либо спились, либо уехали и ничем больше не рулят. Венедиктов – единственный, кто в игре. И его живой гвоздь для многих остаётся последней связью с миром. Венедиктов – блестящий руководитель, сильный менеджер, создатель лучшего, без преувеличения, радио в России. И очень информированный человек. Если кто-то захочет представить его Шутом и выставить на заведомо Шутовскую роль в этих выборах, ну, там, потравить же, да, или мало ли, получит такого дружину Андреевича, что мало не покажется. Дружина Андреевич погиб в результате, но перед этим он так распокешил государя, что все поняли – так можно. Поэтому, знаете, с Венедиктовым можно спорить, его можно критиковать, его можно не соглашаться. Я бы не посоветовал никому ссориться с Венедиктом. Этого лучше не делать. Мы уже видели один раз, как с ним поссорилось руководство ФБК. Думаю, они неоднократно пожалели о своей запальчивости. Поэтому, Лёш, вам лучи поддержки и уважения, а тем, кто с вами хочет поиграть, лучи сочувствия, глубокого человеческого сострадания. Это попытка повторить историю с Ксенией Собчакой, вот так же поиздеваться, да, надо представить... Понимаете ли, Ина? Ну нет, Ксения Собчак попыталась с этого состричь максимум возможного для себя. В общем, расширить свои возможности, посвятиться, это всё понятно. Она, конечно, использовала это по полной программе. Но тут, понимаете, есть большая разница. Венедиктов не Ксения Собчак. Тут же я про Ксению Собчак, помните, читал лекцию такую, что она продолжает архетик маленькой разбойницы. Это так, да, баловная девочка, которая оказалась единственным приличным человеком в шайке. Но дело в том, что Венедиктов-то не Ксения Собчак, Венедиктов-атаманша, или атаман в данном случае. И своя шайка у него не меньше. Все либеральные журналисты России, все, а значит все журналисты России вообще, потому что свобода слова нам нужна. Так или иначе, в разной степени от него зависели, у него работали, у него бывали, пользовались эхом, как возможностью заявить свою позицию. Венедиктов без преувеличения самый популярный сегодня в России, из живущих в России, журналист настоящей, блестящей журналистской плеяды. Если он дернет за веревочку, раздастся хор довольно дружный и искренний, потому что я, например, совершенно не буду терпеть, если его кто-то будет унижать на моих глазах. И самое главное, что он сам по себе, ну просто я несколько раз это видел, понимаете, Венедиктов только выглядит добродушным гномом. На самом деле я несколько раз видел его рассерженным. Это очень неприятное зрелище. Рассерженный Ксения Собчак – это скорее мило. Рассерженный Венедиктов – это очень противно. И все, кто с ним когда-либо работал, это видели. А лучше вам до этого не было.